добрый день сегодня пришли две посылки из гонконга 1 была отправлена китайской почтой 2 почтой швеции в первой посылке должен должна находиться должен находиться я даже не знаю magic 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 как пишут мы его по привычке называем кубик рубика но это это не кубик рубика это пирамидка упаковка интересная раньше таких такие не приходили так вот упаковка и вот непосредственно сам сама пирамидка господи здесь она переупакованная упаковка я приобретал его на алиэкспрессе матч-научный сотрудник переживает это двух видов там она была то есть основание белое и основание черно мне кажется с черным основанием смотрится намного эффектнее ну такое ощущение что он не с витрины знаете как будто уже от открывавшийся посмотрим по эксплуатируем посмотрим так вторая посылка более интересная довольно долго ждали сейчас посмотрим что здесь находится никогда не получал посылки шведской почты самое интересное магазин покупалась на ebay магазин находится в гонконге но видимо склады у них находятся в швеции потому что отправка из из городом мальме держим мальме как правильно это произносится упаковано очень по-китайски так знакомые наушники без опознавательных знаков не фирменные розетка розетка американская самое интересное находится внутри так ну вот это iphone 4s по заявлению производителя 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 продавца это оригинальный iphone но реставрированный реставрированный то есть видимо здесь заменено пене стекло заднее стекло потому что она вряд ли оригинальная так сейчас попробуем включить посмотреть действительно ли это iphone или это что то что-то что-то китайское сейчас подождать немножко здесь я много читал отзывов ну вот здесь видно что грани ровные здесь нет царапин ничего нету так шурупы очень-очень много отзывов по поводу того что не рекомендуют такие приобретать по заявлению продавца он является разлоченным экран выглядит неплохо в принципе смущает заряд на новых аппаратах apple всегда стоит стопроцентный заряд ну по крайней мере когда до этого приобреталось так для активации но это ну не знаю здесь нужно отдельный обзор делать пока на первый взгляд все выглядит очень хорошо и он тяжелый тяжеленький такой вот чувствуется что что сейчас посмотрим вот насчет ну здесь вообще ни одной царапины нету то есть это полностью новое стекло не знаю тут только в ходе эксплуатации уже будет видно наверно качество материалов из которых он сделан на первый взгляд в общем выглядит все очень хорошо глазок камеры немного смущает здесь наверно нужно будет попозже сделать отдельный обзор ну пока на этом все спасибо